Ну а знаете, как говорится, столько лягушек Перецелуешь, пока найдешь свое Но чаще всего такого сочетания не бывает Люди бросаются в крайность Без мужчины, по-моему, это уже не личная жизнь Возраст до жития у нас такой, который нам обозначили Как вам вот этот дом? О, боже, он так неожиданно вдруг тут выскочил из-за кустов Я даже не поняла, что это такое, это дом или это? Да, это дом чей-то старинный Но не поражает ли воображение такие вот вещи? Написано Old School House, вы видели, да? Старая школа Этому дому, вероятно, лет 300, если не больше Это же просто, ну фантастика, ну на самом же деле, да? Отошла подальше, чтобы показать вам всю эту прелесть Для меня, вот я не знаю, как вам А я в восторге опять, в очередном И вот эта эмблема над дверью Что-то обозначает Здесь дальше тоже какой-то дом Но уже совсем другой Вот написано Godshill Primary School Видите? То есть это школа То старая школа, а это вот уже современная школа Я гуляю здесь по окрестностям города Godshill С этой стороны мы с вами еще не гуляли, не бродили Поэтому давайте смотреть А я, чтобы показать вам все эти красивые коттеджи Спрятанные здесь среди деревьев Только и бегаю Взад, вперед Через дорогу и обратно Посмотрите, пожалуйста, еще Но не прелесть ли? Подхожу близко, но здесь люди живут Автомобиль стоит Хочу все-таки вам показать Там еще и посмотрите, какой садик у них Боже мой, боже мой Сегодня у нас воскресенье 21 февраля 2021 года Температура плюс 18 Вы не поверите Вот показываю вам прогулки конные Как это у нас здесь происходит И вы знаете, тоже странное дело Что в основном именно лошадьми Занимаются женщины Редко-редко вы встретите Наездника, мужчину Вот на таких конных прогулках Чаще всего женщины Супер, конечно Я, наверное, тоже как-нибудь Приобщусь, узнаю Сколько это стоит Заказать себе лошадку И покататься верхом Ну а мы с вами продолжаем прогулку И я, как обычно, выступаю гидом Сейчас вам расскажу еще одну историю Это вот я как раз тут рассказывала О своих мужчинах У меня много видео О моих знакомых О иностранцах, с которыми я встречалась Когда-то О моем английском муже Вот о моем нынешнем бойфренде Рассказываю Потому что мне на самом деле Это интересно И я вижу, что это интересно Многим моим зрителям Точно так же Так вот Вы знаете Все чаще и чаще Женщины задаются вопросом А нужны ли мужчины Женщинам после 50 А тем более после 60 лет Нужно ли жить в паре Зачем это нужно Да, вопрос, конечно, интересный Слышала я много разных суждений По этому поводу И мне кажется, что здесь Одного какого-то конкретного решения Конкретного мнения Быть не может Каждый для себя выбирает жизнь Как ему больше нравится Жить одиноко Жить со своими внуками С детьми Ухаживать за внуками Либо же жить своей жизнью Находить партнера в любом возрасте Продолжать иметь свою личную жизнь Хорошо, конечно, когда это сочетается Как-то в нормальном соотношении Но чаще всего Такого сочетания не бывает Люди бросаются в крайности Либо одно, либо другое Либо у вас есть Своя семья Уже за 60 лет Вы живете С мужчиной И у вас Своя семья Либо Вы живете с детьми Их семьей Своей личной жизни Не имея Только Помогая Воспитывая детей Я абсолютно Не берусь Кого-то Судить Рассуждать О чьей-то Другой жизни Чужой Которую Себе Выбрал человек Если его устраивает Ухаживать За внуками Пожалуйста Какие проблемы Никаких У меня есть Очень много знакомых Которые Да Уже с 50 лет Занимались только внуками И постоянно Жили Со своими детьми Ну вот Иногда Конечно Из этого выходила Такая не очень Интересная история Что Дети От такой опеки Постоянной От постоянного Вмешательства В их личную жизнь В их пространство Личное Тоже Высказывали Недовольство И возникали Ссоры Проблемы Непонимания Такие проблемы же могут возникнуть Всегда Проблемы могут возникнуть И с мужчиной Если вы Живете с мужчиной Так же бывают Ссоры Недопонимания И какие-то Недомолвки И проблемы Я Например Если говорить Конкретно Обо мне То я выбрала Для себя Жизнь Все-таки Личную жизнь Ставлю на первое место Конечно же Дети и внуки Имеют значение Но Личная жизнь У каждого человека Должна быть А женщина Без мужчины По-моему Это уже Не личная жизнь Кто-то Кто-то Вот тоже Говорил мне Что Есть люди Которые Живут В любом возрасте И В 50-е В 60-е В 70-е Живут Полной жизнью А есть люди Которые Начинают Просто Доживать После пенсии Знаете Да Возраст Дожития У нас Такой Который Нам обозначили Возраст Дожития Так вот Люди Буквально Воспринимают Возраст Дожития И уже Не имея Своей жизни Доживают Жизнь Чужую Как бы Сбоку Припёку Я высказываю Только Своё мнение Своё Субъективное Мнение Я не берусь Рассуждать За всех И не берусь Сказать Что я Говорю истину В первой инстанции Да нет Конечно Каждый Сам Для себя Хозяин Своей жизни Я просто Знаю Что люди Любят Об этом Порассуждать А для меня Говорю Ещё раз Мужчина Рядом Это Огромный Стимул Стимул Жизненный Чувствовать Себя Женщиной В любом Возрасте Только Рядом С мужчиной Это Удаётся В полной Мере Понимаете Я даже могу Вот По себе Привести Такие Примеры Что Когда я Живу Одна Я Как-то И настроение У меня Другое И какой-то Знаете Пропадает Какой-то Драйв Пропадает Желание Выглядеть Хорошо Уже Знаете Встал Умылся Лишний раз Даже Веркало Не посмотрел Затягивает Вот это Всё Одиночество Оно Как в той песне Оно Сука Вот у меня Мужчина Как радиоактивный элемент И я начинаю Сразу же Реагировать На него И я чувствую Что у меня Загорается Взгляд У меня Настроение Поднимается И я Себя Ощущаю Именно Женщиной Ещё Например Я знаю Такую Историю Что Когда Женщина Живёт Одна Её Очень Легко Обидеть Очень Легко Обидеть Одинокую Женщину И даже Обратите Внимание Может быть Кто-то Даже Имеет Такой Опыт Когда Женщина Одинокая Её Порой Обижают Даже Её Дети Её Внуки Они Относятся К ней Знаете Как-то Так вот Пренебрежительно Отмахиваются Вот Ну Одна Что с неё Господи Всё равно Никуда не денется Всё равно Будет Здесь А вот Если Женщина Живёт С мужчиной Вы знаете Сразу Как-то Её Вес Даже В глазах Её Детей Он Поднимается И дети Реагируют На свою Замужнюю Маму Или бабушку Совершенно По-другому И Здесь Трудно Со мной Не согласиться Это Истину Так Другое Дело Что Может быть У многих Даже И сравнить Никак Не получается Потому что Прожили Всю жизнь В одиночестве И считают Что Только Дети Свет В окошке Конечно Же Конечно Же Счастливые Эти Женщины Которые Счастливые Те Пары Которые Прожили Всю Жизнь По 40 лет По 30 лет Вместе Любили Друг Друга А с Возрастом Ещё И Начинают Ценить Друг Друга Понимать Уважать Друг Друга И Брак С каждым Годом Становится Всё крепче Но Вы знаете Как выясняется Не всем Так Везёт Отнюдь Не всем Так Везёт И даже По статистике Вы знаете Что количество Разводов 50 на 50 Поэтому Получается Так Что Многие Остаются Всё-таки Одинокими Не по Своей Воле Я Вот Помню Когда Умер Мой муж И я Осталась Одна То я Как-то Вы знаете Вот эти Два года Которые После его Смерти Там Нападки Были Со стороны Его детей Его Семьи На Меня То Что Делёжка Этого Имущества То Что Завещание Не Такое Было Очень Сложно Всё это Сложно Не только Вот Чисто По Поводу Делёжки Денег А ещё И В моральном Плане Было Мне Сложно Одной Оставаться Одной В этой Чужой Стране Я Помню Что Когда Я Опять Поняла Что Нужно Устраивать Свою Жизнь А Устраивать Свою Жизнь Как Для Меня Например Устраивать Свою Жизнь Это Значит Всё-таки Искать Для себя Пару Искать Для себя Мужчину Вот Я Отношусь Ко Своей Жизни Вот Так Возможно Потому Что Мне Не Повезло Почему Я Ищу Постоянно Мужчину Потому Что К сожалению Мне Никак Не Везёт В моих Поисках Мне Никак Не Везёт Вообще Сильным Сильным Женщинам Чаще Всего В личной Жизни Не Везёт Потому Что Всё же Должен Рядом Быть Достойный Такой Же Сильный Мужчина Лучше Даже Если Сильнее А Такого Найти Очень Трудно Как Говорят Хороших Мужчин Ещё Щенками Расхватали Поэтому Поэтому Остановилась Опять Согласитесь Да Со мной Друзья И Опять Этот Знаменитый Вид Потрясающий В Любое Время Года Своей Красотой Необычностью Потрясающий И Продолжим Свой Разговор Беседу Я Делюсь С вами Своими Мыслями По поводу Того Нужен Ли Женщине Мужчина Если Ей 60 Плюс Вот И Говорю Что Мне Нужен Например Когда Я Немножко Отошла После Смерти Мужа Моего Я Познакомилась Говорю Просто О наших Встречах О наших Каких-то Совместных Прогулках И вот Розовые очки Или Даже Не так Не розовые очки А как будто бы Я была слепая А потом Я надела очки И увидела Все Совсем В другом Свете Я помню Я помню Я помню Меня Удивило Вот Такое Мое Какое-то Новое Ощущение Совершенного Счастья И Я всегда Почему-то Считала Что Я Довольно Самодостаточная И Меня Очень Устраивает Одиночество Часто Я люблю Гулять В Одиночестве Вот Оказалось Что Это Совершенно Не так Я Все-таки Экстраверт Для меня Общение И Люди Рядом Играют Наверное Большую роль А тем Более Мужчина Рядом И Когда Ты Влюблен Не Со Всяким Конечно Мужчиной Может Произойти Такая Метаморфоза Но Я Говорю Именно Может Быть О Моем Состоянии Влюбленности Я Ищу Всегда Такого Мужчину С Которым Было Мне Комфортно По жизни А не Просто Мужчину Рядом И Скорее Всего Поэтому Так Сложно Получается И Найти Я Всегда Мечтала Об Одном Мужчине Об Одной Любви На Всю Жизнь И Чтобы В моей Жизни Был Только Один Единственный Любимый Мужчина Я Рассказывала Вам Видео Моя Первая Любовь Может быть Поймете Меня Больше Но тут Наверное Даже И не Надо Меня Понимать А просто Каждый Разбирается Самим Собой Когда Слышит Другие Суждения На этот Счет Какие-то Другие Размышления Откровения Человек Тоже Для Себя Получает Какой-то Опыт И Делает Соответствующие Выводы А Сейчас Опять Наступает Весна Здесь Она Наступает Даже Раньше Я Показала Вам Все Эти Цветы И Птицы И Кровь Начинает По-другому Бежать По-жилам Быстрее Я Ощущаю Себя Снова Молодой Я В общем-то Знаете Никогда И не Чувствовала Свой Возраст Поэтому Да Ощущаю Себя Молодой Энергичной И Сразу Же Хочется Какой-то Влюбленности Хочется Адреналина Спросите Меня О Мартине И Я Вам Ничего Не могу Сказать Наши Отношения Потихоньку Сходят На нет Вот Сейчас Он Уехал К Своим Друзьям На Материк Он уехал Уже Давно И мы С ним Практически Уже И не Видимся Долгое Время Поэтому Я считаю Что Такие Отношения Они Конечно Уже Себя Изживают Материк Я Все Равно Остаюсь При Своем Мнении Что Женщину Украшает Мужчина И Мужчина Обязательно Должен Быть Рядом В любом Возрасте Для Женщины Это Важно Ощущать Себя Женщиной Ну А знаете Как говорится Столько Лягушек Перецелуешь Пока Найдешь Свою Принцессу Пока Найдешь Свою Марию Искусницу Или Кто Она Там Была Столько Нужно Перецеловать Лягушек Кто То Сказал Мне Понравилось Ну Вот Так Мелкими Шагами Путем Проп И ошибок Конечно же По другому Никак Но Я Не жалею Ни о чем Я не жалею Что в моей Жизни Были Эти мужчины Как Опять же Говорят Лучше Сделать И Пожалеть Чем Не Сделать И Пожалеть Этого Истину Так Ну На все Наверное Божья Воля Если Есть Если Судьба Скорее Всего Даже Так Что Что Суждено То И Случится Но Опять же Мы Тоже Куем Сами Своё Счастье И Свою Судьбу А Вообще Конечно Уже В таком Возрасте Пожалуй Находить Любовь Это Это Будет Всё-таки Смешно Наверное Поэтому Просто Найти Человека С которым Бы Было Комфортно Найти Человека С Какими-то Взглядами Совпадающими С Какими-то Интересами Такими же Как у тебя Со Взглядами На жизнь Только Я заговорила О любви И о встречах Вот видите И картинка Тут же Попала мне По пути На глаза Как это Всё Связано Как это Всё Интересно И Как Вселенная Слышит Нас Я Давно Хотела С вами Поговорить Также И о Сексе После 60 10 лет Было Очень много Интереса По этому поводу У моих Зрителей И слушателей Но Что-то Я Вы знаете Как говорится Замахнуться На Вильяма Нашего Шекспира Я пока Наверное Не готова Тем более Что Тема Такая Знаете Очень Щекотливая И К ней Надо Подходить Осторожно Деликатно Деликатно Я Ещё Подумаю По этому Поводу Но Всё-таки Я надеюсь Что я Эту тему С вами Обязательно Обсужу Друзья На этом Наверное Сегодня Я закончу С вами Свою беседу И мою Прогулку Всего вам Доброго Ещё Увидимся Пишите Свои Комментарии О чём Вы хотите Ещё Поговорить Мне было Было Интересно Послушать Так же И вас Всем Пока